Если вы будете слушать во время сна запись с программой того, что хотите реализовать в своей жизни, эта программа будет записываться прямиком в подсознание, потому что сознательный ум отключён. Вы станете успешным, потому что на 95% времени на протяжении всего дня эта программа будет автоматически искать способ осуществления ваших желаний. Расскажи мне о своей книге «Эффект медового месяца». О чём она? Объясни нам. Хорошо. «Эффект медового месяца» — это история про матрицу. Матрица — это понимание того, что вы были запрограммированы. Вы можете принять красную таблетку и выйти из программы. Состояние влюблённости — это эквивалент красной таблетки биологически. Учёные изучили явление под названием «блуждающие мысли». Что же это такое? Ваш сознательный ум может фокусироваться на какой-то задаче, либо же он может витать в облаках, думая о разных вещах. Основная мысль заключается в следующем. Когда сознательный ум находится у руля, у вас полный контроль над своими желаниями, стремлениями и тем, что вы создаёте. Но когда сознательный ум отвлекается на какую-то мысль, начиная думать о чём-то, он отпускает управление, и в игру вступает автопилот. Поэтому когда сознание где-то блуждает, вами управляет подсознание. И часто оказывается, что результат бывает очень негативным. Когда сознание во главе, контроль находится у вас. Поэтому я говорю, что состояние влюблённости демонстрирует биологически то, что вы приняли красную таблетку. Это дело от вас, что называется, осознанным или внимательным. Представьте, вы искали этого человека всю свою жизнь, а сейчас он прямо перед вами. В такой момент вам совсем не захочется думать о разных вещах. Вы скажете, вау, смотри, что у меня есть. Подумайте об этом. Ваша жизнь может вас не устраивать изо дня в день. А затем вы встречаете этого человека, и спустя сутки наступает рай на земле. 24 часа спустя вы говорите, боже, как я влюбился. Даже работа уже не так плоха, как казалось. И еда становится вкуснее, музыка ярче, любовь, любовь. И я спрашиваю, что же произошло? У вас был весь этот негатив, а затем всего через 24 часа вы в раю. Ответ таков. Вы приняли красную таблетку. Вот что значит по-настоящему влюбиться. Вы перестаёте быть программой. Теперь вы полностью осознаны, и это созидательно, что определённо настраивает вас на цели и желания. Брайан, чего же ты хочешь от жизни? Когда ты отвечаешь на этот вопрос, это созидательное мышление. По определению оно является осознанным. Ваши цели и желания находятся в сознательном уме. На протяжении 5% от всего дня он двигается в направлении их осуществления. А на протяжении 95% играет программа. Вы влюбляетесь в 100%. На самом деле 90% теперь отдано сознанию. 90% от всего дня вы действуете на основе цели и желаний. Итак, ваша жизнь была невыносимой, и вдруг через 24 часа в результате действий на основе целей и желаний, а не на основе программы, вы превратили её в рай на земле. И затем вы спросите, но почему медовый месяц злится недолго? Потому что не получится уйти от мыслей о повседневных делах, работе, хлопотах и обязанностях, о том, что нужно сделать. И в какой-то момент, когда вы начинаете думать об этом, сознание выключается. И угадаете, что выходит на поверхность, все те поведения из вашего подсознания, которые были негативными. А ваш любимый человек, помните о том, что вы с ним влюбляетесь одновременно, действовал также из сознательного ума. И вдруг появляются ваши подсознательные поведения, которые достались от мамы, папы, или ещё что-то выученное вами в детстве. И ваш любимый, видя всё это, говорит, «Это ещё откуда взялось? Ты кто, блин, такой? У нас был конфетно-букетный период, и этого поведения не было. Если бы на первом свидании это всё было, наверное, второго свидания бы просто не случилось. Но теперь всё это здесь, и я спрашиваю, почему это произошло? Потому что вы перестали быть осознанными». Так как же ты учишь людей, чтобы помочь им сохранять нужное состояние? Необходимо поменять программу в подсознании. Основание для этого довольно простое. Сознательный ум — цели и желания. Подсознание — программа. Но что, если ты возьмёшь цели и желания и сделаешь их программой? Угадай, что случится? Тебе больше даже не придётся о них думать. Ты будешь автоматически 95% своего дня проигрывать необходимое поведение для осуществления этих желаний. Поэтому перепрограммирование своего подсознания на достижение нужных целей значит то, что вам не придётся о них даже думать. Успех придёт к вам. Потому что 95% времени ваша программа будет автоматически искать пути реализации ваших желаний. Каждый вечер, когда ложитесь спать, прямо перед тем, как отходите ко сну, сознательный ум отключается. Ваш мозг переключается в состояние тета, что является той же функцией мозга, которая активна у ребёнка до 7 лет. Поэтому если вы наденете пару наушников на ночь с записью программы того, что вы хотите осуществить в жизни, как только сознание отключается, эта программа будет записываться прямиком ваше подсознание. Это называется самогипноз. Вам не нужно идти к специалисту по гипнозу, вам просто нужно выбрать программу, которую хотите и которой у вас пока что нет. Такие программы можно легко купить или найти в интернете.